«Гнотисе Аутон» — «Познай самого себя». 2000 лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале XX века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацатурян на Первом медицинском канале. Боголюбова Кузнецова Аполлинария Васильевна. Кандидат биологических наук, заведующая лабораторией трансплантационной иммунологии в Национальном медицинском исследовательском центре гематологии Минздрава России. Окончила биологический факультет МГУ имени Ломоносова в 2014-м, кандидатскую диссертацию защитила в 2019-м. Аполлинария Боголюбова-Кузнецова работала научным сотрудником в Институте молекулярной биологии имени Энгельгарта РАН, образовательном фонде «Талант и успех» при Центре генетики и наука жизни в университете «Сириус» в Сочи, а с 2021-го в Центре гематологии сначала в должности биохимика, затем заведующей лабораторией. За время научной деятельности Аполлинария Боголюбова-Кузнецова была командирована для работы по совместным проектам в Кливленд-Клиник в США и Университет Тюбингена в Германии. Она автор 20 научных публикаций, руководитель двух научных грантов, соавтор одного учебника для студентов высших учебных заведений, автор курса лекций для студентов Национального исследовательского университета Высшая школа экономики. Аполлинария Боголюбова-Кузнецова в студии «Медицина в контексте». Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодняшний наш выпуск посвящен одному из передовых методов биотерапии рака. Основоположники, пионеры этого направления уже начали получать весомые международные награды. Так, лауреатами престижные Breakthrough Prize премии за прорыв в этом году стали Карл Джун из Пенсильванского университета и Мишель Саделайн из Мемориального онкологического центра Слоун Кеттеринг. Нобелевская премия явно не за горами, но как бы то ни было. Словосочетание карты терапия в онкологии, оно у всех на слуху. И для того, чтобы докопаться, разобраться в сути этого подхода, мы пригласили в нашу студию Аполлинарию Васильевну в лаборатории, которой недавно были получены многообещающие результаты. Пожалуйста, Аполлинария, Вам слово. Спасибо. Сегодня я поговорю именно о карте в лечении онкогематологических заболеваний. Дело в том, что карте в других онкологических заболеваниях немножко отстает от гематологии, тем не менее развивается, получены действительно обнадеживающие результаты и в сфере сольных опухолей, но все-таки уже классикой становится карте именно в лечении опухолей системы крови. Если мы посмотрим на то, как выглядят клетки иммунной системы, их достаточно много. Они появляются из общей мультипатентно-гематологической клетки и далее дифференцируются в различные ростки кроветворения. При этом каждая клетка, она занимает свою нишу, обладает своей суперсилой. И если кратко посмотреть на то, от чего защищают нас клетки иммунной системы, то для каждого типа патогенов, например, гельминтов, грибов, внеклеточных, внутриклеточных бактерий и вирусов, есть свой паттерн поведения иммунной системы. Например, на гельминтов, грибов и внеклеточных бактерий отвечают эриденофилы и бозофилы, на внутриклеточных бактерий макрофагии и метрофилы, ну а на вирусы, натуральные киллеры и текиллеры. Но все это многообразие обязательно происходит с участием клеток адаптивного иммунного ответа. Здесь нарисованы пазматические клетки и Т-хелперы, то есть Т и Б клетки нашего организма. Если посмотреть вообще на иммунитет, его классически делят на врожденный и приобретенный. И вот сегодня главными героями у нас будут именно клетки приобретенного иммунного ответа, то есть те самые Т-клетки и Б-клетки. Они очень по-разному реагируют на вторжение чужого в организм. И соединяя вот эту вот разность, синтезируя между собой, мы получаем удивительный вариант терапии, а именно карте. Так вот, вот это у нас Б-клетка. Б-клетка может распознавать микробное чужое, то есть что-то чужеродное в своем нативном виде, в нативной конформации, например, на поверхности клетки. Как это происходит? Вот здесь показано антитело, и у антитела есть вот такие антигены, распознающие домены, в которых есть антигены, распознающие участки. Именно вот такой состав антиген, распознающих участков, и распознает антиген, например, на поверхности клетки. У антитела их два на каждой из молекул, соответственно, вот распознается сразу два, две антигенные детерминации. Ну а Б-клеточный ответ, как мы с вами знаем, очень важен для того, чтобы у нас происходило уничтожение, в том числе вирусов, бактерий и так далее. Здесь показана динамика Б-клеточного иммунного ответа. Я подробнее остановиться не буду, но мы все знаем, что сначала Б-клетка наивная, та самая Б-клетка, которую еще никогда не видел. Необученная. Необученная, наивная, да. Она узнает свой антиген, дальше, если она его распознала, начинается большая профилерация наших Б-клеток. И далее уже, когда произошла победа над патогеном, остаются только долгоживущие патогенические клетки. У них суперобученные антитела, те, которые очень хорошо распознают антиген. И при патторном контакте с таким же антигеном на поверхности какого-то патогена, они быстро-быстро идут в рост и дальше обеспечивают нашу защиту. Именно это лежит в основе, например, вакцинации. Если же мы посмотрим на Т-клетки, тут все намного-намного сложнее. Принцип распознавания, который используют Т-клетки, так называемое «чужое в контексте своего». Видите, тут важен именно контекст. В этом и различие основное между Б-клетками и Т-клетками. Что же происходит? На поверхности Т-клетки находится Т-клеточный антигенный рецептор, который распознает антиген в составе, в контексте молекулы гистосовместимости на поверхности клетки. Либо MHC первого класса, либо MHC второго класса, в зависимости от того, какая у нас Т-клетка. Соответственно, вот это все действительно очень сложно воссоздать искусственно, поскольку здесь требуется вот этот контекст своего. В нем антигенный пептид, который изначально процессируется внутри клетки, которая и показывает этот антиген для Т-клеточного рецептора. Также есть всякие костимуляторные молекулы для того, чтобы вот этот возник иммунологический синапс, так называемый. Вот здесь вот показан, смотрите, здесь Т-клеточный рецептор, костимуляторные молекулы, молекулы, которые отвечают за обратную связь, чтобы уже немножко понизить уровень активации иммунного ответа. И еще вот молекулы СИИ-4 или СИИ-8 для того, чтобы состоялся вот этот контакт Т-клеточного рецептора, молекулы главного коксиса бессовместимости вместе с пептидом и молекулы СИИ-4 и СИИ-8. Было бы очень здорово взять и соединить все лучшее между Т-клетками и Б-клетками в одной молекуле и получить вот такую химерную молекулу, химерно-антигенный рецептор. Ну а сейчас мы с вами сначала поговорим о том, как взаимодействует опухоль и иммунная система в организме. И зачем нам нужно вот это соединение разных модальностей адаптивного иммунного ответа. Если мы посмотрим на нормальную ткань, то клетки постоянно делятся, пролиферируют и таким образом накапливают в результате, в том числе и взаимодействия с окружающей средой, различные мутации. И если у нас накопилось критические мутации в клетке, то она становится опухолевой. То есть той клеткой, которая способна неограниченно делиться и соответственно образовывать чужеродную новую ткань в организме, которая изначально не предполагается естественно в том месте и в то время. И вот у нас появляются трансформированные клетки, которые изначально существуют вместе с нормальными. А в нормальной ткани у нас есть куча-куча различных клеток иммунной системы. И изначально иммунная система может распознать опухолевую клетку и ее уничтожить. Почему? Потому что все-таки опухолевые клетки это не совсем нормальные. Это все-таки чужеродные. Но тут, кстати, интересный вопрос. До сих пор ученые спорят, насколько эволюционно иммунной системе заложена вот эта возможность распознавать опухолевые клетки. Потому что это не такое микробное чужеродное. Например, бактерии, вирусы какие-то там простейшие и так далее. Это все-таки свои клетки, но потерявшие и, наоборот, приобретшие некоторые функции. Но все-таки, когда у нас мало опухолевых клеток, то их можно распознать, уничтожить. Соответственно, Т-клетки могут начать продуцировать цитокиносигнальные молекулы, а также непосредственно убивать опухолевые клетки. Естественно, тут вовлечены и клетки врожденного иммунитета в это все. Что, собственно, и происходит в организме при хорошем стечении обстоятельств. Безусловно, безусловно. В прямых экспериментах это очень сложно отследить, поскольку нужно следить за судьбой каждой отдельной клетки на протяжении всей жизни. Но в то же самое время в разных мышиных моделях это показано. У нас может существовать иммунная система в нормальной ткани и вот эти незначительные количества опухолевых клеток, которые постоянно удаляются из рассмотрения на протяжении всей жизни. Но постепенно здесь происходит такое эволюционное обучение, можно сказать, опухоли. Она приобретает все новые и новые свойства. И какие-то клетки из тех, которые не были убиты, например, иммунной системой или сами не погибли, они приобретают такие свойства, чтобы противостоять иммунному ответу. И, соответственно, наблюдается вот эта фаза равновесия, глибриум, когда у нас опухолевые клетки, они сосуществуют с нормальной тканью. Потому что, например, опухолевые клетки могут удалять со своей поверхности антигены, которые как раз могли бы распознать иммунные клетки. Могут более аккуратно, так сказать, себя вести. И вот эта стадия равновесия, она действительно показана, есть очень много исследований красивых и на мышиных моделях. Ну, мыши просто излюбленные, конечно, животные иммунологов. И у людей, если, например, взять тотально некоторое количество тел людей приклонного возраста и посмотреть, они все умерли не от опухоли, но мы все равно найдем у них огромное количество маленьких обувных очагов. Но, тем не менее, вот такое равновесие, оно может наблюдаться достаточно долго, на протяжении лет, десятков лет, даже всей жизни. Я раньше занималась щитовидной железной, и там, например, есть такая проблема, как гипердиагностика опухолей щитовидной железы. У нас сейчас различные средства визуализации опухолей настолько хорошо продвинулись, что мы видим очень маленькие опухоли в очаге, с которыми человек жил, 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 жил. Да, да, и ему не нужна была бы никакая инвазивная, например, операция. А так, раз уже видим, то надо, соответственно, удалить, и что же делать, и вот это все остановится внезапно проблемой онкологов. В общем, такое равновесие, соответственно, существует, но в какой-то момент опухолевые клетки ускользают от иммунного ответа и начинают все более и более активно пролиферировать, увеличивать опухолевую массу, и иммунная система уже, первое, не успевает за тем, как меняется опухоль, а второе, даже если она видит вот эти опухолевые детерминаты на поверхности опухолевых клеток, она не может ничего с этим сделать. Почему? Потому что, например, опухолевые клетки, они могут, например, приводить иммунные клетки в состояние энергии, так называемое, то есть иммунные клетки, например, могут распознать опухолевый антиген, но ничего с этим не могут сделать, у них они подавлены, вот, например, цитокиновым фоном, когда они здесь существуют, подавлены и, соответственно, не могут убить опухоль. Для того, чтобы вот этот момент, этот процесс обратить спять, можно в целом взять и сделать так, попытаться немножко обновить иммунную систему, сделать так, чтобы она все-таки распознавала эти опухолевые клетки, вернуть дальше в состояние равновесия, а, возможно, и дальше в состояние удаления опухолевых клеток из организма, вернуть вот это все обратно. Этим и занимается в целом иммунотерапия. Иммунотерапия – это такое достаточно большое обширное поле для исследований. Взять изначально то, как мы понимаем, как устроена иммунная система, и каждый из этих шагов попытаться притворить жизнь уже в новых реалиях с учетом опухоли. Ну, например, иммунотерапия – это опухолевые вакцины, здесь мы добавляем в ткань антигены, и если мы их добавляем достаточно много, то иммунные клетки их увидят и, соответственно, дальше и найдут их на поверхности опухолевых клеток. Клеточная терапия – сюда мы вернемся чуть попозже. Антитела, то есть, например, антитела, которые связываются с опухолевыми антигенами, и при этом привлекают своим обратным концом иммунные клетки к, соответственно, опухолевым клеткам, опухолевые клетки удаляются. Либо же, например, бывают антитела, которые несут на себе какие-то, например, токсины, токсичные вещества, чтобы как раз напрямую, просто связавшись, убить опухолевую клетку. Бывают антитела вот такие вот необычные, биспецифические. То есть антитела, с одной стороны, оно нацелено на один антиген, с другой стороны – на второй. И очень здорово это работает, например, для того, чтобы физически в пространстве сблизить две клетки. А какие это две клетки? Это, с одной стороны, опухолевая клетка, естественно, а с другой стороны, например, Т-клетка. И, соответственно, физически вот так объединяя две клетки рядом, намного больше вероятность, что у нас наша иммунная клетка возьмет и атакует обмунную клетку. Вот. Очень хорошо развивающаяся тема – ингибиторы иммунологических контрольных точек. Они, я думаю, все знают, и Нобулевская премия Донат. Да, да, да. Все про это уже хорошо известно. Соответственно, это моноклональные антитела, которые направлены на такие молекулы на поверхности Т-клеток, которые заставляют их не оказывать влияние на клетки, не отвечать на опухолевую клетку. И если блокируем тормоз, то, соответственно, у нас включается у клетки газ, условно, и она атакует опухолевую массу. Вот. Чекпоинты, конечно, работают совершенно удивительно в солидных опухолях. И, например, те горячие опухоли, в которых много изначально Т-клеток, но они не могут ничего сделать из-за вот этого своего энергичного состояния, они внезапно оказываются уже хорошо, то есть в меланоме они работают хорошо и так далее. Да и в целом во многих солидных опухолях сейчас достаточно хорошей нормальной практикой является изначально изучить, насколько много есть иммунных клеток внутри опухоли уже, и насколько много на их поверхности находится, соответственно, молекулы аналогических чекпоинтов. И если они там есть, если их в экспрессе наблюдается, можно вносить, вводить такие воноклональные антитела, и, соответственно, будет, скорее всего, отличный иммунный ответ и, соответственно, уничтожение опухоли. Бывают еще иммунотерапии на основе цитокинов, соответственно, добавляются цитокины, которые влияют на жизнеспособность Т-клеток. Это, в первую очередь, интерлекин-2, интерлекин-7, интерлекин-15, и, соответственно, таким образом мы тоже немножко встряхнем клетки, и они будут работать против опухолей. Также вот здесь показан еще один из вариантов. Мы удаляем из опухолевой массы миелоидные клетки, которые могут оказывать такое супрессорное воздействие на клетки адаптивного иммунитета. Ну и таким образом, опять же, немножко встряхиваем нашу иммуносистему. А вот она, клеточная терапия. Клеточная терапия – это, соответственно, терапия, которая основана на живых клетках, либо генетически модифицированных, либо нет, которые способны распознавать опухолевые клетки. Здесь первым показаны ТИЛ – это опухолентерплюющие лимфоциты. Они у нас изначально способны распознавать опухолевые клетки, они выделяются из опухолевой массы, наращиваются уже вне человека, вне пациента, и дальше вводятся обратно. И таким образом они, соответственно, используются больше, и они атакуют опухоль. Есть ТКР – токлеточная терапия. Интересное очень направление, когда мы генетически модифицируем Т-клетки и им специфически вставляем тот самый Т-клеточный рецептор, который распознает интересующий нас антиген на поверхности опухолевой клетки. Однако, как мы помним, у нас Т-клетки распознают антиген в контексте своего, поэтому тут идет достаточно сложная генной инженерии, как именно это все сделать. А есть наши КРТ-клетки, то есть Т-клетки, несущие химерный антиген на рецептор. Вот мы сейчас говорим про то, что такое химерный антиген на рецептор, и почему он как раз химерный. Потому что химерный он, потому что он не существует в природе. Это суперпозиция самого лучшего, что есть у антитела и у Т-клеточного рецептора. В целом, идея достаточно простая. Мы берем сигнальные домены из Т-клеточного рецептора, то есть то, что отвечает дальше за проведение сигнала и за обеспечение киллинговой функции и хелкинной функции нашей Т-клетки. Берем антитело, которое умеет распознавать, соответственно, нативный антиген на поверхности опухолевой клетки. Вот этот вот как раз антиген, распознающий домен. Ну и соединяем, соответственно, это между собой. Вот он и получился у нас, химерный антигенный рецептор. Для того, чтобы ему распознать антиген, ему не нужен никакой контекст своего, ничего. Он просто распознает любую молекулу на поверхности клетки, в том числе опухолевой. И, соответственно, проводит сигнал внутрь. Вот она, карта клетка получилась. Но в целом все не так просто. Если честно, понадобились годы для того, чтобы улучшить вот такой вариант химерного антигенного рецептора и сделать его действительно хорошо работающим в человеке, и уже приближенным, и действующим, как иммунотерапия. Потому что изначально брался только сигнальный домен токлеточного рецептора, вот эта молекула СИИ-3З. Но оказалось, что такие химерно-антигенные рецепторы, они не обладают нужной силой. Все-таки из базовой иммунологии, из фондентальной иммунологии, мы знаем, что помимо сигнального каскада, нам нужен еще и костимуляторный сигнал. И действительно, добавив костимуляторный сигнал сюда, вот он, СИИ-28 молекула, или добавляют молекулу Фу-1-Би-Пи внутрь этого химерно-антигенного рецептора, уже такой химерно-антигенный рецептор, он достаточно адекватно проводит сигнал внутрь клетки и обеспечивает ее эффектными функциями. Это второе поколение, и это те самые карты клетки, которые сейчас используются в клинике. Если мы говорим уже о законченных клиноследованиях, о подобранных идеепрепаратах и так далее, не о том, что находится еще в разработке и в ранней доклинике, в доклинике, и в клинических исследованиях. Дальше у нас был химерно-антигенный рецептор третьего поколения. Здесь взяли сразу два костимуляторных домена, и показалось, почему бы нет, может быть, такой сигнал будет еще лучше, более адекватен для иммунной системы. Оказалось, кстати, что нет, поэтому на данный момент карты клетки третьего поколения практически никто не делает. В целом, вообще стало понятно, что в данном случае не действует парадигма, чем сильнее сигнал, тем лучше. Должен быть баланс. И такие клетки поэтому практически неизвестны и не используются даже в доклинических исследованиях. А вот химерно-антигенный рецептор четвертого поколения и, соответственно, карты клетки четвертого поколения, это такой передовой край науки. То есть здесь использованы и костимуляторный домен, проводящий, соответственно, костимуляторный сигнал, и сигнальный домен в связи трезета, который проводит сигнальный домен, и что-то, что заставляет еще и поддерживать оптимальный цитокиновый фон у этой клетки. Таким образом, такие клетки сами себя обеспечивают сигнальные молекулы. Соответственно, они лучше выживают, лучше идут в свои ниши и так далее, и так далее. Более адекватно в том числе и реагируют на антигенный стимул. Вот такие химерно-антигенные рецепторы до четвертого поколения. Это такая уже, можно сказать, классика. Пятое поколение и дальше уже в целом уже никто не говорит о поколениях, просто уже новые химерно-антигенные рецепторы. Вот так вот выглядит само производство карты клетки. Очень важно понимать, что то, что работает в пробирке, не обязательно должно работать уже на стадии клиники, производства, масштабирования. Однако с... В биологии всегда так. Да. Однако вот с картой клетками в целом весь процесс от получения изначального материала и до введения препарата пациенту, он достаточно понятен. То есть изначально у нас у пациента берет периферическая кровь, это делается стандартно, метамликофереза. Дальше, соответственно, это периферическая кровь или продукты афереза, они очищаются от ненужных клеток. Дальше происходит выделение Т-лимфоцитов. Этот шаг, он не обязательный. Бывает, что прямо уже от очищенных периферических монуклеаров крови ведут свое начало картопрепараты. Но в целом это удобно изначально выделить только Т-клетки. Почему это еще удобно с точки зрения именно технологии? Потому что в продукте афереза содержатся макрофаги. Моноциты и макрофаги. Соответственно, если мы добавляем в такую смешанную популяцию и Т-клетки, и Б-клетки, и моноциты и макрофаги, наши реактивы, то моноциты их по большей части поедают. И поэтому к целевой Т-клетке уже не так много и доходит. И сложно, соответственно, соблюсти баланс. А кроме того, если у нас здесь остаются Б-клетки, например, опухолевые, если мы говорим про Б-клеточную опухоль, то мы их можем дальше генетически модифицировать, не заметив, и вырасти таким образом устойчивую Б-клеточную опухоль, что, конечно, нам это не нужно. Вот, таким образом у нас здесь степарируются наши Д-клетки, и далее они активируются. Зачем? Затем, чтобы дальше лучше генетически модифицировать. После чего генетически модифицируются. Происходит так называемая трансдукция. Трансдукция в нынешних реалиях происходит при помощи вирусного вектора. Это либо ретровирус, либо это антивирусные конструкты, которые, соответственно, несут внутри себя целевую последовательность химерного антикенного рецептора. И эти вирусы, они заражают изначально из Т-клетки пациента и делают их из Т-клетки. То есть сначала все-таки генетическая последовательность, значит, она потом начинает производить то, что нужно. Да, да, да. У нас появляется генетическая последовательность при помощи вируса. Эта последовательность встраивается в геном, и дальше у нас, соответственно, появляются карты клетки. В целом, вот этот момент трансдукции, он может быть сделан по-разному. И сейчас есть большое количество исследований, действительно большой пласт, чтобы делать это вообще инвиво. Вносить в пациента изначально какой-то такой недовирусный вектор, чтобы сразу прям... Ну, сам бы уже там и работал. Да, 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 он там тропизмом обладал и сам бы сделал. Или же, например, можно не трансдуцировать клетки, а, например, электропарировать и засовывать туда, да, соответственно, генетический материал, который несет химерный тенорецептор. Но это в данном случае все-таки хуже, чем трансдукция, потому что он соответственно выводится постепенно из клетки, и такие клетки не могут... Нет, потому что просто не готовая белковая структура, а оно само производит уже тебя. Оно само производит. Из генетической последовательности. Да, да, именно поэтому карты клетки обнаруживаются у пациентов там спустя 10 лет до того, как проведена терапия, поскольку вот этот наш последовательность химерного антигенного рецептора, она встраивается в условно-случайное место в геноме, и, соответственно, дальше там живет, существует, да, прибируется, транслируется и так далее, и все выходит на поверхность в виде химерного антигенного рецептора. Кстати, этот момент, как раз он является достаточно страшным для регулятора. Да, вот я почему, потому что все же цепляются за встраивание в геном обычно, совершенно забываю, что надо просто взвесить за и против. Риски, как это называется, да, риски и пользу. Просто их баланс оценить. В целом, сейчас неизвестно ни одного случая, чтобы карты клетки, произведен таким образом, давали опухоль. Соответственно, если мы говорим про разработку самого карты клетчного препарата, мы обязательно смотрим на то, чтобы у нас не происходило большое количество встраиваний в геном. С точки зрения Америки, это до пяти, соответственно, копий химерного антигенного рецептора на геном клетки. С точки зрения европейского регулятора, до десяти. Откуда эти нормы введены? Видите, они в два раза гуляют, непонятно, но мы в целом... Непонятно, это в два раза или это одного порядка вещи. Тут как бы очень условно. Да, это очень условно, при этом еще, что проверяется, что нет такого, что наш химерный антигенный рецептор специфически встраивается в какое-то определенное место генома. Это случайное встраивание. Это действительно специально показывается для каждого препарата. Чтобы он не встраивался, например, в какие-нибудь опухолиосупрессоры всегда и, соответственно, не повышал риск развития потенциальной опухоли из таких ледок. Я вас отвлекла, извините. Это просто интересный был момент для меня. Это действительно то, что касается безопасности нашего продукта. В данном случае, в целом, карта клетки считается действительно безопасной. И нету, еще раз повторюсь, случаев задокументированной опухоли из карты клетки, которые произведены вот таким вот образом с использованием вирусной системы трансдукции. Но дальше у нас, соответственно, карты клетки появились, они размножаются, инвитро. Бывает большое количество пассажей их, бывает где-то там 8-10 дней они размножаются. Сейчас все чаще переходит к более коротким системам культивации. Почему? Потому что чем больше клетка культивируется вне организма, соответственно, все-таки с какими-то не очень адекватными сигналами вокруг, тем быстрее она уходит в истощение. Соответственно, будет хуже работать в организме. А нам нужно привнести в организм максимально свеженькие клетки. В целом, вот экспансия, например, неделю или чуть больше. Экспондируются клетки, далее финально формулируются в буфере, который уже можно вводить пациенту, и далее либо вводятся непосредственно пациенту, либо замораживаются, размораживаются и вводятся. Разморозка нужна, если мы говорим о так называемых индустриальных картоклетках, то есть тех клетках, которые производятся большими фирмами, соответственно, к ним изначально приезжает замороженный продукт ликопереза и уезжает замороженный клеточный препарат, поскольку срок жизни такого препарата не... Ну, в данном случае мы тогда не можем говорить о том, что это персонализированный препарат, потому что... Ну, берется же из организма определенного человека, для него наращивается, а тут получается, что он может быть как бы и донором, да, для подобных заболеваний, для подобных пациентов. На данный момент, если мы говорим про картоклеточную терапию, которая уже вошла в оборот, это все отологичные клеточные продукты, то есть есть специфический один донор, и в него вливается конкретный клеточный препарат, приготовленный конкретно для него. Бывают аллогенные картоклеточные продукты, над этим бьются, они есть в клинических исследованиях, и тогда действительно у нас может быть изначально универсальный какой-то донор, и дальше, соответственно, производится. То есть если мы говорим о производстве, оно подразумевает масштаб, выходящий за рамки одного пациента. Для тех картоклеточных, которые сейчас есть, он не выходит за масштаб одного пациента. То есть один пациент, один препарат, который вводится лично ему, не более того. И в этом, собственно, и плюс считалось, что это как бы такой он подогнанный под... Да, потому что это его собственный пациент. Это его сухон. Бывает исключение, это условно-аллогенный продукт, я так скажу, когда, например, у нас изначально пациент после аллогенной трансплантации генапазитических клеток, и, соответственно, у него есть донор. И можно взять клетки этого донора, с которым они уже... Уже сроднились, да. Уже сроднились. Да, да. И сделать, соответственно, клеточный препарат. Почему так делают? Потому что если пациент тяжело болеет, естественно, у него в общем, так называемый, фитнес-клеток, он снижен по сравнению со здоровыми донорами. И мы получаем изначально хуже клеточный препарат. Поэтому если есть такая возможность, это, конечно, очень здорово и приветствуется. Но он все равно здесь получается аутологичный. С аллогенными клеточными препаратами много проблем, потому что они могут вызвать, соответственно, реакцию цивопатат против хозяина. Вот, вот, вот. И так далее. Если уж мы говорим про аллогенные препараты, лучше использовать вообще не кар-Т клетки, а кар-НК клетки. НК клетки не вызывают реакцию цивопатат против хозяина. И тогда можно взять пул здоровых доноров, наработать большой предпочечный препарат, его, соответственно, разделить на дозы и каждую дозу вводить к своему пациенту. Такой вариант возможен, но пока НК клетки только на стадиях клинноследования. Хотела показать этот слайд. Конечно, он впечатляет. Да, глаза разбегаются. Да, да. Действительно, кар-Т сталит передовой иммунотерапии в онкогематологии. Мы видим рост с 20 по 22 год. Он почти в два раза. Да и вообще, конечно, количество исследований, почти полторы тысячи исследований, кар-Терапии в 20-м году это намного больше, чем все остальные терапии. Вот у нас остальные клеточные терапии на 22 год 422 штуки и 1432 факты. Такой всплеск, конечно, обусловлен тем, что получены совершенно впечатляющие результаты. Ну, конечно. Наколько карта клетки влияет на выживание пациента. Я вот здесь привела данные исследования ЗУМА-7. Здесь показана выживаемость пациентов, которые получали карта-Клеточную терапию или получали стандартную химиотерапию. Тоже отнюдь неплохую вещь и хорошо показывающая себя в этих пациентах. Ну, вы видите различия вот этой пациенты, которые получали карты и вот это пациенты, получающие химиотерапию. То есть какие-то из вариантов онкогематологических заболеваний просто перестали быть смертельными, так я понимаю. Пока об этом немножко рано говорить, но в целом да, тренд такой действительно есть. Это вот препарат из карта, он называется Аксиселл, это карта клетки, которая специфична к антигену CD19 на поверхности B-клеток. Соответственно, вот это все B-клеточные опухоли. Соответственно, для того, чтобы у нас получился карта-клеточный лекарственный препарат, нам нужно выбрать антиген, на какой у нас наши клетки будут нацелены. Соответственно, идеальный антиген это тот, кто находится на поверхности опухолевой клетки, тот, который опухоль специфичен, но или по крайней мере удаление клеток, которые несут его на поверхности, критически не сказывается на выживаемости бонцелентов. Ну и также этот антиген должен присутствовать на всех клетках опухоли, практически на всех, чтобы все-таки ее полностью элиминировать. Такие антигены, на данный момент самые разработанные два, это CD19, это, соответственно, антиген на поверхности б-клеток человека, он, соответственно, присутствует и на опухоле в б-клетках, при б-клеточном лимфозе или при лимфомах. Если мы удаляем CD19 положительные клетки, ничего страшного с пациентом не получается, даже при полном отсутствии б-клеток в кровотоке, он может получать заместительную терапию антительную и, соответственно, существовать с кое-какими, конечно, ограничениями по здоровью. Есть еще второй антиген, тоже наиболее известный, это BCMA, это антиген на пластмотических клетках человека, то есть это те клетки, которые произошли из-за клеток, и он присутствует на клетках также и множественные миломы. Поэтому вот эти два антигена, они стали передовыми в разработке карты клеток против них, и сейчас мы посмотрим на вот эту часть слайда, здесь показаны где одобрены лекарственные препараты, то есть параз, которые уже присутствуют на рынке и в Европе и в Америке, у нас четыре из них нацелены против СИ-19, это Кимрая, Истарта, Текарта, Сабриянзи, вот в 2021 году появился соответственно четвертый, последний, и два, которые одобрены против множественной логоны, против донесимой, это Абекмайкарбукте. Это именно где одобрены препараты. У нас еще есть некоторые препараты, которые одобрены локальными соответственно здравыми регуляторами, соответственно есть испанские препараты, есть испанский анти-19 одобренный, есть и наследование испанский препарат против Бесимы, и есть два китайских препарата, соответственно одобренные китайским регулятором, тоже анти-19 и анти-Бесимы. Вот, все эти препараты, что интересно, это карты клетки второго поколения. Как мы помним, они несут только костимуляторный домен и сигнальный домен. Там нет дополнительных вот этих вот интересных моментов, связанных с получением стакинового дополнительного сигнала для выживаемости и так далее. Но в клино-исследованиях, особенно в Китае, очень сильно, конечно, развита именно разработка карты клеток четвертого поколения, чтобы эти клетки долго-долго существовали в пациенте, персистировали и постоянно существовали вот такой опухолевый иммунный нудистик. Тут наши фотографии. Да, это фотографии нашего опытно-производственного отдела клеточной терапии в МИЗ-гематологии. Мы разработали нашу карто-клеточный и карто-красный препарат в СИД-19. И вот так происходит наработка его. Здесь несколько фотографий нашей команды. Как вы видите, они все немножко космонавты. Ну да, иначе никак. Это чистые помещения. Потому что самое, конечно, важное для карто-клеток это ничего не привнести дополнительное пациенту. Соответственно, у нас наш препарат должен быть стерилен. Соответственно, он растится в ассептических условиях. Здесь вот видите, на вот этом биореакторе большое количество прозрачных трубок, завернутых вокруг него. Потому что мы работаем со стерильным соединением магистралей. То есть эти магистрали, эти трубки, они запаиваются друг на другу, полностью предотвращают какое-либо проникновение, чего угодно. Ну, естественно, все входящее сырье анализируется, исходящее. Сам препарат несколько раз анализируется. На протяжении своего производства мы чуть больше недели, соответственно, наращаем наш карто-клетчный препарат. Ну, а дальше вот отсюда собираются клетки из биореактора. И, соответственно, передаются уже пациенту в реанимацию или в стационар. Если мы говорим про вот эти клетки, здесь у нас, например, растится препарат СИД-19, это как раз анти-СИД-19 карто-клетки. Это пациентам центра передается? А вот там протокол какой? Потому что... На данный момент это экспериментально. Экспериментально, да? У нас, да, это экспериментально. То есть это разрешение ученого совета, наверное? На данный момент, да. Вот мы выходим в клинические исследования. Сейчас доделываем все документы и очень надеемся выйти в официальные российские клинические исследования в 2024 году. Поэтому вот в конце 2023 очень надеемся получить на них разрешение. И, соответственно, тогда эта терапия будет доступна все равно внутри нашего центра пациентам, но по официальным клиническим исследованиям. Там будет детектироваться все нежелательные явления, все адвизировка и так далее. Это такие стандартные, хорошо запротоколированные доклинные исследования. И надеемся, соответственно, что к 2026 году мы уже сможем подать на регистрацию такого клинического препарата. И тогда мы сможем его производить уже и для пациентов из отдаленных. Ну, понятно. Соответственно, уже условно на экспорт. В данном случае, да, внутри страны. Но здесь важно понимать, поскольку это живой препарат, это клеточная терапия, то не все контроли качества его, то есть стерильность и так далее, они, их результаты мы получаем прямо сразу, как только мы получили препарат. Поскольку, например, изучение препарата на стерильность, это примерно неделя. Поэтому мы обязательно соблюдаем каждый из шагов производства. Дальше отдаем препарат уже в, соответственно, медицинские подразделения, которые его вводят. Но при этом дальше работы с этим препаратом продолжаются, потому что мы должны показать, что он обладает всеми теми заявленными статистиками, которые, соответственно, ему нужны. И получаем в итоге ответ, например, про то, насколько он статистикен, только спустя неделю после введения его пациента. Это такой критический момент. Так не делается, естественно, стандартными лекарственными препаратами. Но в данном случае это удобно. И в целом для нас, если мы его не замораживаем, не размораживаем, это и необходимо. Тут такой немножко взгляд в будущее, в целом даже в настоящее, что карте можно использовать как лего. Потому что мы можем использовать различные домены, которые распознают антиген различной природы. Могут быть использованы различные инж-участки, трансмембранные участки, кости муляторные, о которых мы много говорили, активационные. Кстати, рециллозонный здесь только один, он как бы так и остался, синитризета, на него никто не претендует. Но, тем не менее, здесь можно делать различные генетические модификации, усиливая или, наоборот, ослабляя активационный сигнал. И таким образом собирать свой артоклеточный лекарственный препарат мечты. Но понятное дело, что каждая собранная молекула, она должна быть полностью фастеризована. Соответственно, должно быть понятно, что она обладает какими-то преимуществами по сравнению с теми молекулами, которые уже, например, находятся в разработке. Ну и дальше, соответственно, она может быть тоже использована для терапии. Поэтому, как вы видите, даже из вот этой картинки следует, что очень-очень много вариантов картоклеточной терапии может быть использована. И мы уже в целом подходим к той ситуации, что у нас может быть персонализированная картоклеточная терапия. Например, вот B-клетка, на ней находится большое количество молекул на поверхности, CD-кластеры дифференцировки, но те молекулы, без которых B-клетка практически не может существовать, это C-19, C-20, C-22. Если теряется один из них, ничего страшного, а если потеряются все три, ну, или атака будет нацелена на все три, то такая B-клетка точно не выживет. И сейчас уже на страденных стадиях клинической разработки находятся C-19 картоклетки, это самые наши стандартные картоклетки, и CD-20 картоклетки, и CD-22 картоклетки. Поэтому, если мы представим, что у нас есть пациент с опухолюбоклеточной, и мы нацелим сразу три анти-C-19 и 20-22 картоклеточной лекарственной препарат, то вот под таким натиском опухолевая клетка вообще никак не узнает, и, соответственно, у нас опухоль элиминируется. Мы в своих доклинических исследованиях на мышах видели, что если мы вводим сначала мыши CD-19 положительной опухоль, то есть у нее точно на поверхности присутствует CD-19 опухолевых клеток, а дальше вводим карты клетчевого лекарственного препарата, то на протяжении времени постепенно опухоль теряет экспрессию CD-19, таким образом ускользая от нашего лекарственного препарата. Но, например, CD-20 на ней в 100% случаев остается. И вот такой комбинацией двух или трех препаратов мы можем уже точно обеспечить. Гарантированно. Да, убить опухолевую клетку. В целом здесь, возможно, еще и другие варианты. Не делать три препарата, а делать, например, препарат, у которого химерный антигенный рецептор несет не только вот этот один антигенный распознающий домен, а еще и приделанный к нему второй. И, соответственно, вот такой вот двуголовый химерным антигенным рецептором можно также таргетировать опухолевые антигены на поверхности. Это в целом тоже так же делается, но просто там используется более сложная, соответственно, генной инженерия, поскольку чем длиннее у нас сама вот эта последовательность химерного антигенного рецептора, тем он хуже влезает, соответственно, в вектор вирусный и, соответственно, хуже транзуцирует клетку и так далее, и так далее, и так далее. Там требуются дополнительные всякие особенности получения. Ну и, соответственно, в целом, так действительно уже делают в Китае. У нас есть пациент, мы знаем тип его обуви, мы знаем линию терапии, сколько раз, например, ему не помогла стандартная линия терапия, мы знаем его сопутствующее лечение, мы знаем предыдущие вмешательства, мы в том числе знаем экспрессию каждого из антигенов на поверхности, причем каждого это не только ЕСИ-19 или нет, например, ЕСИ-19, а большой панели антигенов, поскольку у нас уже есть варианты химерно-антигенного рецептора на каждой из них. И дальше мы, соответственно, вводим в такого пациента персонализированный коктейль из карты клеток, несущих химерно-антигенный рецептор к различным, соответственно, антигенам. И таким образом, соответственно, осуществляем терапию человека. Скажите, а она обязательно сочетается с традиционными, назову так, видно, там, химиотерапией, или можно прям вот сразу начинать карте-терапию, как только у человека обнаружено? В целом вообще все новые методы лечения, они сначала тестируются на более дальних линиях терапии, поэтому карте-клеточная терапия, она начинала с третьей и позже линии терапии, когда уже... Когда уже не помогали. Не помогло, не помогло, мы же знаем уже генетическую соответственность. Ну это знаешь, а сейчас вот так вот сразу не шарашат, нет? Сразу есть такие случаи, вот, сразу скажу. Но в целом это не является вот таким вот хорошим тоном. Не принято, понятно. Да-да, потому что все-таки... Начинать надо все-таки, да. Она просто связана с большим количеством побушных эффектов, поэтому это не то, что такая волшебная таблетка и все вылечит. Вот об этом я с вами поговорю после того, как мы перейдем к нашей следующей рубрике. Спасибо большое. Преимущества метода карте-терапии, они бесспорные, просто обсуждение уже не подлежало. Вот я как раз хотела поговорить с вами о недостатках. О них пишут, это известно, то есть несмотря на высокую эффективность метода в 20, кажется, 70 процентах случаев развиваются тяжелые побочные эффекты. Один из них, наверное, токсичность, синдром выброса цитокинов. Есть еще, отмечается иногда, как я вычитала, B-лимфопения, то есть снижение уровня B-лимфоцитов. Как вы считаете, вот все это преодолимо со временем или всегда придется выбирать из двух зол меньшее? В данном случае... Мириться с этими недостатками. В данном случае нужно, с одной стороны, соотносить риск и пользу, с другой стороны, начинать лечение раньше, когда организм пациента может преодолеть такие тяжелые побочные эффекты. Не обязательно в первой линии, наверное, все-таки в первую линию терапии карто-клетки выйдут только для тех пациентов, у которых уже заранее понятно, например, что не сработает, что не разработает стандартная химиотерапия. Ну и еще все-таки с карто-клеточной терапией очень сильно развивается и реанимационная служба. И это очень важно понимать. Буквально несколько лет назад стало понятно, что, например, препарат антиэнтроликин-1, анакинра, он очень хорошо подходит для, например, того, чтобы справиться с синдромом выброса стандартной нейротансичности. И, соответственно, его теперь уже в достаточно больших дозировках используют. Это не было изначально понятно, что вот именно таким образом... Еще какие-то эксперименты по химическую модификацию, вот что-то я читала. Про химическую модификацию я не знаю, но в целом, если мы, например, делаем карто малым количеством клеток, например, и вот такие карто, которые сами себя обеспечивают с этагинами, то можно представить, что они будут более, ну, как бы, легко работать, соответственно, с меньшим количеством более мягких эффектов. Более мягких, да. От костимуляторного домена зависит. Например, СИИ-28 считается, что собрежен с большим количеством побочных эффектов, чем Фоган-Би-Би, например, костимуляторный домен. ОК-40, например, тоже сейчас используется в экспериментальных терапиях костимуляторный домен. Он тоже показывает более хорошую, соответственно, вот такую толеризацию. Но в целом наблюдается такая тенденция, что побочные эффекты, они все-таки тесно связаны с тем, что терапия сработает. В данном случае, если мы видим небольшую степень синдром выброса цитокинов, мы скорее радуемся. Это значит, что идет активный экспанс. Всегда коррелирует уровень, соответственно, провоспалительных цитокинов, ну, например, энтерликина-6, который появляется при синдроме выброса цитокинов, с, соответственно, уровнем экспансии карты клеток внутри пациента и, соответственно, с их большим количеством и, соответственно, с большей эффективностью терапии. Спасибо большое. Я желаю больших успехов в вашей лаборатории и вам. Замечательные дела делаете. Пусть все сложится. Спасибо. 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 Спасибо.